Всем хай, с вами Юджин, вам все хихи да хаха да, вам все весело и смешно, между прочим, это чудесная улица, вот эти вот все милые люди погибнут через 60 секунд, только если мы не вмешаемся, поэтому ничего смешного я не вижу, выбираем Теда, потому что он глава семьи, хотя это так не современно с моей стороны, но в моем случае выбор не имеет значения, потому что Долрос это переодетый мужик, поэтому, хотя... Опять же, не современно получается, надо дать ей образные правления в руки, играем Тедом, короче, смотрим, что у нас есть, вот здесь, ооо, вот это вот отличное место, полно всякого барахла, в первую очередь, конечно же, берем карта, радио, давай, и томатного супа, у нас в прошлый раз была жуткая проблема с едой, мы это нейтрализуем, вот сейчас, весь упор будет только на еду и на воду, и на жизнь в воду, дети, быстро, нет, мы решили занимать слишком много места, Тимми, суп, суп, Отлично, в этот раз мы очень даже неплохо, очень даже неплохо, давай, Долрос, вот твоя маска для ухода за лицом, я прошу тебя одевать его во время нашей интимной близости, чтобы ты стала краше, благодаря этой маске по уходу за лицом, пожалуйста, 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 есть! Слушайте, окажется, в этот раз мы неплохо так справились с вами, у нас очень и очень много жратвы, день первый, шесть, шесть у нас их, замок висит, я не помню, чтобы я брал, я аптечку не взял тоже отстой, но у нас много всего, а это самое главное, все добрались до убежища, за секунду до взрыва, мы еле успели, О, замок сгенерировался, вот почему, смотрите, у нас впервые суп по максимуму, мы всегда думали, что наша жизнь могла бы быть намного лучше, так было до того, как упала бомба, теперь мы думаем, что жизнь могла бы быть намного лучше, так что в какой-то степени ничего и не поменялось. День второй, просто не знаю, вдруг у нас получится выжить в этой игре, все-таки я иногда грезил о том, что я прохожу эту игру, может быть, сегодня тот самый день, кто знает, мы много еды взяли. Что посеем сегодня, пожмем завтра, так что давайте сеять правильно, Тед в порядке, все в порядке, никто ничего не хочет, похоже, что на поверхности все еще царит радиация, Идти в пустошку на данный момент небезопасно, если, конечно, мы не хотим заболеть, мы хотим заболеть, а я вижу, что Мэри Джейн, я всегда почему-то ее выбираю, но, не знаю, я чувствую, что она хороший выживальщик, Она болеет за нашу семью, понимаете, и хочет болеть за нее еще сильнее. День третий, хватит споров, и так забот хватает. Че, Тед без воды умрет, жажда? Нет, 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 он не умрет без воды, когда обезвоживание будет, тогда мы поговорим, Тед. Мэри Джейн, и в руку ее, ручную. Кстати, вы посоветовали мне отмечать на карте область и давать карту в руку, так и поступим, но теперь я думаю, что следовало... День четвертый. Следовало дать ей противогаз. Так. Мэри Джейн вышла наружу, давайте надеяться, что она скоро вернется. У всех обезвоживание, значит ждем до завтра, и завтра всем дадим как раз таки. У нас целое множество дальних родственников, но никто нам не был так дорог, как тетя Ада, она живет в деревне, поэтому очень даже возможно, что она до сих пор настраивает свою машину для подсчета коров и не думает о том, что ядерная бомба могла упасть на ее курятник. Жаль, что у нас нет ее фотографии, но они все-таки есть. Не так давно после того, как разлили большую чашку кофе, мы положили несколько фотографий просушиваться в книге, которые мы не взяли. День пятый. Вот оно, пришло время, ребят, поить вас водицей, да? Ну вот, нет фотографий, нет новостей, нет хороших мыслей. Не так жесток. Все, ладно, давайте всем поводиться. Что это за журчание и почему стена такая мокрая? Нас что, затопили соседи? Да у нас же нет спасательных жилетов. И лодки тоже нет. Она бы здесь даже не поместилась. Мы должны что-то предпринять. Спасаем запасы. Спасаем радио. День шестой. Радио спасено, но мы слегка намокли. Нет, только Долорас намокло. Мы спасли радио, пока его не залило грязной водой. Вода ушла достаточно быстро, но повреждений осталось предостаточно. Нам придется потратить несколько дней на уборку и ремонт. И что это за запах? Как приятно, что они все больше ничего не хотят. Смотрите, Долорас голодна. Ты же ешь меньше всех. По идее, она должна есть меньше всех, разве нет? Разве не в этом ее характеристика, или я сам это придумал? Да что же это за звуки? Они доносятся из-за стен? Они сводят нас с ума. Что-то крадется по вентиляции? Расслабьтесь, сделайте глубокий вдох. Нам нужно успокоиться, чтобы не разнести целое убежище. Нужно заняться чем-нибудь расслабляющим и забыть о шуме. Шахматы! Или шашки, точнее. День седьмой. Мы немного повеселились, и это помогло нам забыть, что это было. О чем они? Неважно. Черт, чешется спина, странно. Последствия радиации, судя по всему. Кажется, я стану мутантом. Надеюсь, хотя бы красивым мутантом. Проблема проста. Если мы не помоемся, нас тошнит. Причем всех. Здесь реально воняет, и ситуация вряд ли изменится в скором времени. Может, сделаем с этим что-нибудь. Да, у нас есть. А почему там патроны есть? Для чего они? День восьмой. Пристрелить того, кто воняет? Это плохое решение, потому что он будет еще больше вонять. То, что нас не убивает, делает сильнее. Если нам удастся прожить еще немного, грязные уши не будут проблемой. Но если что, вся надежда на противогаз. Жажда голодания, жажда голодания. Знаете, когда такой большой запас еды и воды, вот как ты хочешь утранжирить. Думаешь, ну ладно, вот сейчас этим дам всем. То есть проблема скудности запасов не ощущается так остро. Хотя она есть на самом-то деле. Подождем. Пока подождем. Мы здесь уже достаточно долго, и понятия не имеем, что происходит на поверхности. Ах, да, почему бы нам не заюзать радио? День девятый. Нам удалось поймать сигнал и прослушать экстренное сообщение правительства. И угадайте, что мы услышали. Отличные новости. Большинство радиоактивных осадков уже развеялось. Теперь вылазки на поверхность будут намного безопаснее. Мэри Джейн, ты слышишь? Хорошая... А, ты уже ушла. У Долорес почти не осталось сил. Если она сегодня не поест, то не доживет до утра. Ааа, ну давайте, хорошо. Блин, ну хотя бы сделали ее, не знаю, худее что ли в разы. А то какая-то она совсем не худая еще. Я думаю, она потерпит. Это меня просто пугает. Поэтому нет. Переключая радиочастоты, мы наткнулись на какой-то странный сигнал. Несмотря на страшные помехи и шумы, нам удалось различить голос. Говорящий вещал на иностранном языке. А что если это русский? Возможно, нам стоит послушать их разговоры. Но как же дети? Давайте послушаем разговоры. День десятый. Все, Мэри Джейн сдохла. Она сдохла. Вместе с нашей картой. Поняв, что это не русская речь, мы успокоились, хотя и ненадолго. Вскоре выяснилось, что это канадцы. Хрен, речки, как известно, не слаще. Так что нам все равно ничего не удалось понять. Какая досада. Кстати говоря, смотрите. О, о, какие у нас все... Вы знаете, какие щечки пухленькие. Какие упитанные у всех. Кажется, вам всем очень даже неплохо живется. День десятый. Как же быть? Почему нельзя дать полпорции? А, ну, посмотри, это получается там четверть порции, да? Раз, два, три. Да, если на всех, то одна банка томатного супа уходит. То есть, по сути, мы каждому по четверти даем. Блин, я рискну. Я рискну еще денек. Вдруг будет все хорошо. Если кто-то нас и может спасти из этого ужасного положения, то это наше правительство. Возможно, некоторые обливают их грязью. Но эти некоторые, либо потерянные коммунисты, либо безнадежные скептики. Вот мы, примерные граждане, которые всегда платили налоги. И мы уверены, что дядя Сэм нас спасет. Ну, за исключением того одного раза, когда, в общем, неважно, представители властей уже в пути. Так что нужно... Да. Да. Пожалуйста, будьте живы. Сука! Да! Да почему? Да как так? Почему конец тогда, раз Мэри Джейн пришла? Тимми свалил, видимо, да? Блин, ну почему я это сделал? Не понимаю. Мэри Джейн, ты пришла. И... Хорошие новости. У тебя огромная-огромная куча провизии. И, кстати, а что тут? Ты фонарик принесла? Это все? Кошмар. Блин. Ну нельзя так. Они должны были сначала хотя бы исхудать. Игра. За что? Хорошие новости. Власти объявили по радио, что собираются эвакуировать уцелевших в наших окрестностях. Мэри Джейн, ты выжила. И власти тебя спасут. Ты выйдешь из бункера и увидишь вертолет правительства. Какой-нибудь красавчик протянет тебе руку оттуда. И ты будешь спасена. Благодаря правительству. Тебя доставят в столицу человечества. Нет, ни Вашингтон, ни Москву. Нет. Они все уничтожены бомбой ядерной. Новая столица это деревня Боброво. Президент лично пожмет тебе руку. И скажет несколько прекрасных слов по отношению к Теду. Тед был прекрасным человеком. И примерным гражданином. И более того, примерным семьянином. Ведь именно его смелость, решительность и смекалка позволили его дочери выжить. Давайте поаплодируем Теду. Кстати, он сейчас в зале. Спасибо тебе, Тед. Страна не забудет тебя. А потом Мер и Джейн отведут специальные учреждения. Где на дне будут ставить ужасающие опыты. Цель этих опытов будет неясна. Просто весь мир уничтожен. Че еще делать? Выживание получилось очень недолгим. Но емким, однако. Я думаю, что на этом стоит закончить видос. Потому что эта история завершена. Попробуем перезапустить ее в следующий раз. И на этот раз мы будем придерживаться той же тактики. И поймем, что 11 дней уж точно ребята прожить не могут без еды. Ни разу не поев. Учтем это. То есть на 10-й день кормим. То есть можно, в принципе, кормить каждые 10 дней. О, неплохо. Благодаря этим жертвам я обучаюсь. Жертвы очень рады, что я обучаюсь благодаря им. И если вы хотите, чтобы я обучался благодаря вам тоже. То ставьте лайк. Пишите ваши комментарии с вашими советами по игре. Я буду стараться прислушиваться к ним. Огромное всем спасибо большое, что смотрели. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. И не забывайте про то, что это игровой канал. И там тут много всего было за всю историю. Поэтому заходите в описание и смотрите другие игры также. Можете даже зайти на канал. Там все игры рассофтированы по плейлистам, по разделам. Найдете прохождение на любой вкус. А также не забывайте про мои соцсети. Я вас всех жду там. Они также будут в описании под видео. С вами был Юджин. Всем привет!